Девушки отдыхают Чем жил Черноморский флот на минувшей неделе? Севастополь, его события. Смотрите в программе «Отражение». В студии Александр Грохольский. Здравствуйте! Девушки отдыхают В Никицком ботаническом саду проходит бал Хризантем. Об этих и других событиях более подробно в репортажах наших корреспондентов. В морской инженерной роте Черноморского флота исполнилось 90 лет. Она была образована в 1922 году и тогда называлась Севастопольской отдельной крепостной саперной ротой морских сил Черного и Азовского морей. Юбилей части отметили традиционно. Личный состав, командование и ветераны роты возложили цветы к памятнику инженерам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На торжественном собрании благодарностями и грамотами были отмечены лучшие военнослужащие части. Поздравления с юбилеем принимали ветераны роты. Традиционное возложение – дань памяти павшим морякам батальона, героически сражавшимся за севастопольскую землю. Инженеры участвовали в освобождении города, а затем очищали его от смертоносного оружия и боеприпасов. В послевоенное время разминирование оставалось одной из главных задач батальона. Выполняли иногда по 15-18 заявок за день. Очень большой объем работы был. Кроме этого, личный состав водолазов тоже участвовали в снятии с мели сухогруза Ильгиз, который в мраморном море выскочил на мель. Потом мы спасали. Отсюда тоже я с группой водолазов был там. Участвовали непосредственно в учении юг. За годы существования части ее саперы обезвредили более 2 миллионов взрывоопасных предметов – авиабомб немецкого и советского производства, мин и гранат. Их находили на дне севастопольских бухт во время раскопок на территории древнего Херсонеса, на дачах и стройплощадках. В 60-70-е годы прошлого века с развитием военно-морского флота повысились требования и к его инженерным частям. Черноморцы строили и оборудовали пункты материально-технического обеспечения в Сирии, Эфиопии, Йемене, Вьетнаме и Египте. В это время много задач было от флота. Это изготовление ложных целей, строительство ракетных площадок в Дон-Узлаве и Черноморском районе. Там же сборка хранилищ, там же строительство водопровода, там же строительство причалов и так далее. Ветеран батальона Николай Степаненков во время Великой Отечественной войны был снайпером. Он частый гость в роте, рассказывает своим преемникам, современному поколению инженеров о традициях батальона и своем боевом прошлом. Немецкий снайпер разбил у меня винтовку. И я чудом остался жив, потому что он попал не в лоб мне, а в аптеческий прицел. А там 9 линз, ОП-1, аптеческий прицел. А пули стреляли только разрывными пулями. 8 линз разбито, а одна окулярная осталась, и я живой остался. Пролежал весь день на поле, не шевеляясь, чтобы он меня не добил. Потому что за конусное перо, это такое, что обязательно должен добить, если ты шевельнешься. И вот вечером припор столько. Военные инженеры принимают участие во многих спасательных операциях. В 2005 году они помогали ликвидировать последствия оползня в поселке Кача. В районе аэродрома гарнизона Гвардейская обезвреживали целый склад боеприпасов. В Казачье в октябре 2006-го авиационную бомбу. Сегодня задачи по инженерному обеспечению боевой и повседневной деятельности силы войск Черноморского флота выполняют специалисты роты. Уникальность профессии и уникальность службы в инженерных подразделениях еще заключается в том, что эта профессия многограмм. Если посчитать, сколько профессий питало себя инженерное подразделение, не хватит идти пальцем на руке, начиная с воинов, саперов, водоснабженцев, фортификаторов, дорожников. Своё профессиональное мастерство инженеры неоднократно демонстрировали в афлотских учениях. В этом году это были масштабные маневры «Кавказ-2012». Сегодня отдельная морская инженерная рота, успешно выполняя свои задачи, готовится к приему молодого пополнения. Впереди начало нового учебного года. А значит, новые занятия, тренировки и учения. 30 октября в Севастополе почтили память погибших при обороне города героя в годы Великой Отечественной войны. В этот день на территории легендарной 35-й береговой батареи земле придали останки 16 бойцов, защитников главной базы Черноморского флота. Известны только два имени – старшего оружейного мастера артзавода Семёна Прокуды и красноармейца Куслана Кайбалдеева. На церемонии перезахоронения присутствовали родные обоих героев. Репортаж Марии Егоровой. Несколько месяцев назад, недалеко от Центрального мемориала 35-й батареи, севастопольский школьник Володя Клеменюк обнаружил останки трёх погибших. Среди личных вещей – Орден Ленина под номером 7467. Именно благодаря этой находке без труда удалось установить имя героя. Награда принадлежит старшему мастеру арт-ремзавода Семёну Прокуде. Во-первых, когда я его поднял, честно, я подумал, что это какое-то золотое украшение. Я сам не понял сначала, но потом, когда я его полностью понял из земли, я увидел, что это Орден. На тот момент я не очень разбирался, я даже, в принципе, не знал, что это… Ну, я видел, что, да, Орден Ленина, всё. Я… Это было 7 часов 30 минут, где-то утра. Я вытаскиваю Орден Ленина, отдаю Андрею Ивановичу, и он бежит уже в лагерь показывать всем. В 7 часов утра никто не верит, фактически, в то, что найдены какие-то, может, останки или вот этот Орден. Талантливый оружейник и изобретатель участвовал в уникальных операциях по замене повреждённых стволов орудий на 30-й и 35-й батареях. Его родным было известно, что в июле 1942 года Семён Прокуда пропал без вести в районе мыса Херсонес. Здесь нашли моего дедушку, Семёна Ивановича Прокуда. Ну, при жизни я его не знал, потому что я родился после войны. Вот, сегодня будет захоронение в Некрополе торжественное. Люди собрались. Так что теперь мы, семья и моя внучка, будем знать, где похоронен, где погиб наш дед. В этот день Севастополь прощался ещё с одним его защитником, которому удалось вернуть имя. Это красноармеец Куспан Кайбалдиев. Его родные приехали из Астрахани, чтобы почтить память своего героического деда и прадеда. Они привезли землю с его родины. Это такое ощущение, что не может быть, как так, а нет. Оказывается, сколько мы лет ждали. Мы ждали это всю жизнь. Знали, что найдут его здесь где-то. Надеялись. Когда нам сказали, мы начали уже всё, думать только о нём. Героев проводили с воинскими почестями. Салют, торжественный марш, флаги, гимн. Сотни севастопольцев и моряков Черноморского флота. Святые венки, вечная память. В этот день экспозиция музейного комплекса пополнилась очередным экспонатом. Специалисты ремонтного завода ракетно-артиллерийского вооружения Черноморского флота восстановили, а затем передали 35-й батарее 75-мм пушку системы КАНЭ. Это уже не первая пушка, которую мы восстанавливаем. Первую пушку мы восстановили. Она стоит на входе. Это противотанка 76-мм пушка ЗИВС-3. Это уже вторая пушка, которую мы восстанавливаем именно из отечественных пушек. Естественно, желание сотрудников завода и сотрудников 35-й батареи в том, чтобы привезти это орудие в более-менее боеспособное состояние, в рабочее состояние. Очень рад, что нашими сотрудниками мы восстановили и практически привели ее в рабочее состояние. При желании можно ей воспользоваться по боевому применению. Поисковые работы на территории музейного комплекса еще далеки до завершения весной 2013 года. Когда они возобновятся, еще слишком много неизвестного хранит в себе скалистая земля 35-й батареи. Вахта памяти 2012 года как раз показала, что на территории 35-й батареи еще лежат останки очень многих ее защитников. И не только защитников батареи. Ведь помню, последние дни обороны Севастополя уже, наверное, все знают, сколько здесь собралось тех, кто остались живыми после 250-дневной обороны. Поэтому, конечно, здесь нужно вести поисковые работы. И то, что комплекс был долго закрыт для поисковиков, это было неверно. Мы еще раз доказали вот этой значимой находкой, находкой останков такого известного в истории города Севастополя человека, как Семен Иванович Прокуда. Еще раз доказали, что поисковая работа необходима, и нужно забирать у небытия каждую страничку истории, хотя бы своего родного города. К сожалению, очень мало имен удается поисковикам вернуть из безвестности. Слишком много времени прошло с тех пор, как отгремела Великая Отечественная война. Но энтузиасты не теряют надежды и продолжают свое нужное благородное дело. Ведь тогда, в 1941-м, на фронт матери, жены и дети провожали не безымянных бойцов. Они все носили имена, которые севастопольские поисковики поклялись по возможности возвращать героям. 68 лет назад, 28 октября 1944 года, советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков последние оккупированные территории Украины и отбросили гитлеровцев за границы Советского Союза. В результате 20 наступательных операций было освобождено более 700 городов и 28 тысяч сел. Так завершилась битва за Украину, которая положила начало победному шествию Красной Армии по Европе, вплоть до самой Германии. Памятную дату в истории Великой Отечественной войны отмечали и в Севастополе. Николай Павлович Алексеев не случайно в этот день у мемориала защитникам города. Он воевал на Западном и на Первом Белорусском фронтах, которые помогали освобождать Украину. Мне 18 лет. Я ушел на фронт из 10-го класса. 10-й класс я не окончил. Я воевал с февраля 1942 года по 16 марта 1945 года. Находился в первом эшелоне. Два года я воевал командиром стрелковой роты. Это вот, считайте, три года я глаза в глаза смотрел немцу. Рота младшего лейтенанта Алексеева, бесстрашно сражаясь, дошла до Германии. Приходилось вызывать даже огонь своей артиллерии на себя. Это было в Германии под городом Ансвадене, когда немцы были буквально вот так, когда наши сильные танки подходили, вот когда они стояли, а кавалерию кричали «Русь, сдавайся». Для того, чтобы освободиться от этой опасности, пришлось вызвать огонь на себя и подскорить огня, и потом дыма вышли из этого положения. Сегодня у памятника защитникам Севастополя вспоминали тех, кто, героически сражаясь, отдал жизнь за свою родину. С первых дней Великой Отечественной войны Украина стала ареной ожесточенных боев. В историю Второй мировой вошли битва под Уманью, оборона Киева, Одессы, Севастополя, Керченской феодосийской десантной операции и многие другие. К началу освободительного наступления на территории республики были сосредоточены основные силы гитлеровской Германии и практически половина действующей Красной Армии. За эти 22 месяца практически ежедневно в среднем отдавали жизнь 18 тысяч человек. Каждый шестой житель Украины погиб в ходе Великой Отечественной войны. Более 250 сел были сожжены немецко-фашистскими захватчиками. И перед этим лицом смертельной опасности произошло главное – единство наших народов для того, чтобы освободить родную землю. Из 4 тысяч удостоенных звания Героя Советского Союза представители 43 национальностей. Битва за Украину началась в декабре 1942 года с Донбасской операцией Юго-Западного и Южного фронтов, а завершилась через 680 дней наступлением частей советских войск под командованием генерала армии Ивана Петрова. Впереди еще были кровопролитные бои за Польшу и Чехословакию, Венгрию и Румынию, Болгарию, Югославию и Австрию. Но освобождение Украины стало еще одним шагом на пути к окончательному разгрому нацистской Германии и приблизило великую победу. Военно-морской клинический госпиталь имени Пирогова Черноморского флота заслуженно считается одним из лучших лечебных заведений в вооруженных силах России. Уже десятки лет в его составе существует офтальмологическое отделение, медицинский персонал которого оказывает специализированную помощь морякам-черноморцам и членам их семей. На днях флотские окулисты получили новейшее оборудование для проведения хирургических операций. Светлые, уютные палаты, стерильная чистота в процедурной и операционной. Офтальмологическое отделение всегда готово к приему пациентов. Однако моряки черноморского флота здесь не частые гости. Зрение у черноморцев отличное, отмечают врачи, поэтому и обращаются за помощью они редко. Обычно это воспалительные заболевания, то есть это конъюнктивиты, иридоциклиты, какие-то травматические повреждения, инородные тела, то есть при работе что-то, инородное тело залетает. То есть в основном молодая категория – это именно воспалительные заболевания органов зрения. Более старшая категория, там подлоги уже другая. Там пребывается подлога хрусталика, то есть это катаракта, возрастная катаракта. Кстати, именно на лечении катаракты специализируется офтальмологическое отделение госпиталя. На вооружении окулистов находится высокоточное оборудование, при помощи которого флотские специалисты буквально за несколько минут проводят сложнейшие хирургические операции. Это замена хрусталика помутневшего, и пациенту уже имплантируется новый хрусталик. На сегодняшний день эти операции проводятся на высоком уровне, на современном оборудовании, через небольшие разрезы, 2,6 мм. То есть разрез настолько маленький, что не требует наложения дополнительных швов. И через этот небольшой разрез хирургам производится имплантация уже хрусталика искусственного, прозрачного. В Крыму подобная операция впервые прошла в 1984 году. Провел ее врач-ординатор отделения, а тогда главный офтальмолог Черноморского флота Юрий Груздев. Ученик известного профессора Федорова Юрий Николаевич вспоминает, на его плечи легла большая ответственность. Сложность заключалась в том, что, во-первых, хрусталик этот, ну, он представлял модель такую, что надо было входить, делая разрез в роговицы величиной, ну, минимум 9-10 мм. А сейчас практически делают 3-мм хрустальники, свернутые в трубочку, заводятся пинцетом и так далее. А тогда надо было делать большой разрез и ввести, заправить дужки. В общем, целые проблемы с имплантацией этого хрусталика. Сейчас таких проблем нет. Современная медицина и, в частности, офтальмология развиваются очень быстрыми темпами. Внедряются инновационные технологии в методы лечения самых распространенных заболеваний глаза. Вот и сегодня флотские окулисты получили новое оборудование, которое... Позволяет проводить самое современное лечение катаракты, делать это через сверхмалые разрезы, делать это все бесшовно, очень быстро. Операция длится в течение 7 минут, после чего пациента мы можем отпускать как домой или в палату и получать максимально качественное зрение после хирургии. В современном мире компьютеров и самых разнообразных электронных гаджетов увеличивается нагрузка на глаза, и уровень заболеваний органов зрения не уменьшается. Труд врачей-офтальмологов невозможно переоценить, он всегда востребован и необходим. Оказывая квалифицированную помощь всем, кто в ней нуждается, медики сохраняют людям здоровье и помогают видеть яркие краски мира. В Севастополь из кругосветного путешествия вернулась яхта «Скорпиус». За время экспедиции, которая длилась 13 месяцев, российско-украинский экипаж установил три мировых рекорда. Первый по скорости кругосветного плавания вокруг Арктики, второй по дальности захода в северные широты парусного судна, и третий по длительности и количеству морских походов. За год «Скорпиус» обогнул два полюса. В истории мореплавания такого еще никто не совершал. Долгожданный момент возвращения. Яхта швартуется в морском борту Севастополя. Жареный поросенок от города и запеченная рыба от Черноморского флота. Оркестр, цветы, объятия родных. В словах приветствий искреннее восхищение команды «Скорпиус», совершившей сложный и опасный морской поход. Оказало всем, что украинско-российский экипаж самый сильный и способный преодолеть шторма, бури. В профессиональной работе экипажа дали высокую оценку моряки. Они реально представляют трудности, с которыми пришлось встретиться команде в походе. В свое время была очень популярная песня. А мы ребята 70-й широты. Вы ребята 80-й широты южной и северной. Этим можно загордиться за 60 суток вокруг Северного полюса, вокруг Антарктиды. Беспримерный подвиг и несколько мировых достижений. За время путешествия яхта преодолела 42 тысячи морских миль, пересекла 4 океана, 33 моря и более 10 проливов планеты. Руководитель экспедиции Сергей Низовцев подчеркнул, они обогнули Северный полюс максимально близко к оси Земли. Дальше всех на юге, выше всех на севере. Прошли Северный морской путь в коридоре 78 градусов, 82 градуса северной широты. Мы на практике доказали возможность организации высокоширотного Северного морского пути без ледовой проводки. Этого в мире не делал еще из их сменов никто. И там, где мы бывали, ходят только ледоколы. И то с опаской. Пройти задуманным маршрутом оказалось нелегко. Скорпиус бороздил просторы практически неизученных районов мирового океана. Экипаж шел к намеченным целям, преодолевая густые туманы, сквозь льды и холодный пронизывающий ветер. Яхта не раз попадала в экстремальные ситуации. Выдерживала штурмы силой до 10 баллов. Были серьезные поломки, рвались паруса, рвались так в клочья, что мы их снять не могли, приходилось срезать. Самый страшный момент это был Антарктида, море Содружества. Мы попали в ужасно сильный шторм, который нам нанес большой ущерб яхте. Нам, слава богу, нет. Но яхте нанесен был большущий ущерб, после которого мы вынуждены были уйти на Тасманию. Выход авторулевого под Сардинией год назад, когда попали в шторм, вышло авторулевое устройство. Был сильный шторм. И, в общем-то, все приходилось на ходу, пока мы приняли решение уже не идти на Гибралтар, зайти, в общем-то, на ремонт. «Скорпиус» захватывали в плен непредсказуемые течения Бермудского треугольника. В Арктике судно зажали льды, и оно беспомощно дрейфовало. Чрезвычайно опасным получился переход в море Росса. Были черные ночи, и безумное количество айсбергов. Уже на подходе, я помню, в 74 градус, уже не могли идти ночью. Потому что айсберги видно на радаре, но их обломки, которые там на метр-полтора торчат над водой, и в шторм их не видно в волне. А под ним, под этими полутора метров, еще пять. Моряки мужественно преодолевали трудности, своими силами ремонтировали яхту, не раз меняли маршрут, но продолжали двигаться вперед. Члены команды отмечают, справились в первую очередь потому, что интернациональный экипаж, четыре россиянина и три украинца, дружный и сплоченный. Все люди замечательные, все люди ответственные, добрые, серьезные, но мужественные. То есть не было такого, чтобы даже в самый тяжелый какой-то момент кто-то проявил какой-то элемент молодуши. В общем, все было по-морскому. Ни разу у нас не возникло никаких ссор, ни разу не возникло каких-то конфликтов. Вот мы за год, один месяц, одна неделя, один день, только в рабочем порядке могли поспорить, никогда не поругались. Во время похода экипаж яхты выполнил несколько научных программ, в том числе по морской биологии. Протестировал систему ГЛАУНАС в полярных широтах. Сегодня моряки мечтают продолжить свое путешествие. В Антарктиде пройти под парусом моря Роса до шельфового ледника, а в Арктике покорить 85-й градус северной широты. На этом все. До свидания. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин